Мы находимся здесь, в главном здании Белшины. Тут же расположен музей. Его особенность – детальная модель предприятия 1 к 1000. Четыре завода, административные здания и вспомогательные объекты. Общая площадь – 173 гектара. Но так было не всегда. Решение о строительстве комбината в Бобруйске принимают в 1965-м. Спустя шесть лет появляется первая белорусская шина. 1975-й ознаменовывается выпуском юбилейной миллионной покрышки. Здесь же приступают к серийному производству обувки для тракторов. А в 1994-м начинается модернизация. Благодаря новому оборудованию выпускают до 150 тысяч сельскохозяйственных шин в год. В 2002-м предприятие получает свое современное название. В 2007-м открывается собственная сеть в России, а в следующем году – торговый дом в Сингапуре. В 2018-м гостей встречает музей Белшины. Александр Гайшун застал лишь часть полувековой истории. Но и это немало. На промгиганте он уже 27 лет. Мужчина признается, за это время изменилось многое. Появились современные станки и техника. Практически все делают машины. Задача специалистов – контролировать процесс. Приятно работать. На новом оборудовании совсем по-другому. Коллективу, конечно, раньше, например, старое оборудование было 9 человек в бригаде. Сейчас стало 4 человека, например. И стали больше выпускать резины. Наш герой вместе с коллегами празднует 50-летие Белшины. В зале также руководство и ветераны. Все люди, в чьей жизни комбинат сыграл немалую роль. Администрация города во главе с Александром Студневым поздравляет юбиляра. Награждают больше полусотни человек – тех, кто добросовестно трудится на благо предприятия. Для них грамоты, цветы и, конечно, подарки, в том числе музыкальные. Праздничное настроение создают звездные ведущие и именитые коллективы. 50 лет – это дата, которая уже вписана в историю города. Уверен, что их талант, их способность так трудиться всегда пойдет на благо нашему замечательному городу. Огромные слава благодарности за их труд, крепкого им здоровья, благополучия и, самое главное, хорошего всегда настроения. Сегодня предприятие – одно из крупнейших производителей в мире, которое выпускает более 350 типоразмеров шин для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин, электрокаров, автобусов, тракторов и сельхозтехники. «Промгигант» поддерживает экспортные отношения более чем с 40 странами. Комбинат носит статус городообразующего. Здесь работают более 7 тысяч человек. Отдельное достоинство компании – завод сверхкрупногабаритных шин. Тут создают резину с посадочным диаметром до 63 дюймов. В каждой хватит материала, чтобы обуть свыше 500 легковушек. Их используют самые большие карьерные самосвалы, масса которых больше 800 тонн. Дай бог, чтобы у предприятия и впредь не терялся темп развития, не терялся темп инвестиций, создания новых производств. Дай бог вам безаварийной работы и высоких показателей во всех сферах деятельности предприятия. В истории Белшины много значимых событий и особенно людей. Среди них и Леонид Рубинштейн. Почетный гражданин Бобруйска стоял у истоков предприятия. При создании шинного комбината его назначили начальником строящегося электроцеха. Через несколько лет – заместителем главного энергетика. Потом опять повышение. Леонид Аронович – участник выпуска первой шины. К юбилею поэт написал книгу «Утро завода». Я пишу обо всех людях, с которыми приходилось работать. Потому что забывать этих людей нельзя. Должны знать люди, кто, не жалея ни времени, ни своего здоровья, отдавал для того, чтобы в Бобруйске была рождена шина. На страницах сборника автор делится воспоминаниями о всех людях, причастных к досрочному запуску завода крупногабаритных шин. Заканчивается книга стихотворением «Я утверждаю жизнь». К сожалению, издать свое творение автор так и не успел. Леонид Рубинштейн ушел из жизни 16 июля 2021. Однако семья писателя осуществила его мечту. 1 ноября «Утро завода» подписали в тираж. Книга, как и ее автор, заслуживает особое место в истории Белшины. Теперь издание, часть музея, предприятия и даже города.